Сегодня на посту ГАИ усиленный патруль. Вместе с сотрудниками ГАИ дежурят байкеры. Зурка высматривает прекрасных дам за рулем. Взмах полосатого жезла и автомобиль автоледи тормозит. Но вместо сурового требования документов... С родным женским днем желаем вам всегда, чтобы у вас улыбались, чтобы дороги для вас были безопасны. Спасибо, всего хорошего. Цветочный патруль сотрудники госавтоинспекции проводят ежегодно. Цель акции – уделить внимание милым дамам, приподнять настроение и еще раз напомнить о соблюдении дорожных правил. Вообще, поздравлять бы вас хоть раз вот так, 8 марта? Да, в прошлом году я на работу ехала, тоже с утра остановили. Поздравляю. Спасибо большое. Еще сертификат, да? Да. Приятно, когда так утром останавливают. Поздравляю. Конечно, обязательно. Заряд настроения на весь день. Да. Такси, троллейбусы, грузовые бусы. За рулем такого транспорта женщины – не редкость. Госавтоинспекторы говорят, с каждым годом автоледи становится все больше. В вождении они аккуратнее, чем представители сильного пола. Автоледи воспринимают такие поздравления очень тепло, улыбаются. Им приятно, что в этот день сотрудники госавтоинспекции обращают внимание и поздравляют их с этим праздником. Ну и все-таки напоминают еще раз о соблюдении правил дорожного движения, поскольку женщины стараются наиболее внимательно управлять транспортным средством, обращая внимание на дорожные знаки, на светофоры. Ну и стараются меньше нарушать. Это очень приятно. Ну и, соответственно, сегодня, в такой день, им приятно получить еще и поздравления от сотрудников госавтоинспекции. В акции приняли участие представители мотоклуба «Гайдук» и активисты молодежного движения «Звезда», а также представители сообщества «Фитнес-мафия». Они дарили автоледи атрибутику и подарочные сертификаты, абонемент на двухнедельные занятия фитнесом. Искренние улыбки женщин-водителей и положительные эмоции от общения с инспекторами ДПС добавили праздничного настроения. ДПС «Звезда» Вас поздравить. Спасибо. С отличной тварицей. Железный днём. Вам всего самого хорошего, крепкого здоровья. Самое главное. Да. Гостей Ольга Сергеевна встречала при полном параде. Модный наряд, красивая прическа и открытая добрая улыбка. За глаза ее называют «железной леди». Она яркий пример настоящей милицейской супруги. Сама ветеран труда трудовой строй покинула, когда ей было уже за 80. Бендерские правоохранители у своих ветеранов-долгожителей – частые гости. Говорят, для этого и повод не нужен. Республиканский кадетский корпус. Праздничный концерт к 8 марта. Шары, цветы и поздравления. В зале – педагоги и воспитанники. На сцене юные таланты. Сменив кадетскую форму на платье и костюмы, юноши и девушки лихо отплясывают и звонко поют. Мы этот концерт готовили еще за месяц до самого мероприятия. Очень тщательно мы подбирали все песни, все сценки. Этим концертом мы хотели бы выразить нашу любовь и признательность всем женщинам, которые работают в кадетском корпусе. И нашим девочкам тоже. У нас здесь учатся достаточно особенные девочки. Они занимаются спортом на уровне с мальчиками. Они нисколько не уступают нам. Наши девочки сильные, смелые, ловкие. А еще многие девушки-кадеты играют на музыкальных инструментах, занимаются гимнастикой и танцами. Сегодня они все это демонстрировали со сцены. Юные артисты исполняли песни, хореографические номера и юмористические сценки. Веселое настроение сменялось лирическим, задорное, шутливым. В кадетском корпусе большая часть сотрудников и работников – это наши прекрасные половинки, женский коллектив. Конечно же, для нас это особый праздник, и мы его всегда стараемся в корпусе провести торжественно, поздравить наших милых дам, пожелать им всего самого наилучшего. И, как вы сегодня видели, наше мероприятие такое волнительное. За счет этого переполняет эмоции много ребят талантливых. Много стихов и песен ребята сегодня посвятили своим мамам, сестрам и бабушкам. Завершился концерт пожеланиями всем женщинам и девушкам яркого весеннего настроения, счастья, здоровья и добра. Семь дорожно-транспортных происшествий, шесть человек ранены, один погиб. Это статистика аварии с наездом на пешеходов за два месяца 2024-го. За аналогичный период прошлого года таких ДТП было больше. Свести на нет число пострадавших под колесами – главная цель профилактических мероприятий. Эта операция направлена и на водителей, и на пешеходов. Струдники госавтоинспекции во всех городах напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Если в прошлом году большинство аварий произошло по вине водителей, то с начала этого года большинство аварий произошли по вине пешеходов. Бендеры – центр города. Наглядный пример нарушения ПДД. Мужчина переходит дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от светофора. Один вопрос. Пешеходный переход совсем недалеко. Почему переходим здесь? Здесь, в первую очередь, небезопасно, это раз. Во-вторых, за нарушение правил дорожного движения, в частности, переход улицы в неустановленном месте, это влечет за собой административный штраф в размере 92 рубля. Есть лишний? Нет. Там безопасно и бесплатно. Профилактическая операция «Внимание! Пешеход» длилась 4 дня. Сотрудники ГАИ говорили о безопасности, вручали участникам дорожного движения памятки и светоотражающие элементы. Как вы считаете, пешеход должен себя обозначить светоотражающими элементами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости? Я думаю, что да. А для чего? Для машиноведения. Хочу вам подарить такие светоотражаки. Если можно, я наклею вам на рюкзачок. Возавтоинспекция напоминает, правила движения стоит соблюдать. Чтобы избежать печальных последствий, нужно быть предельно внимательными на дорогах. Мама пришла с Ренадом. И что мама пришла? Она послала ему деньги и послала его зачем-то алкогольным. И что? Потом я забил двери, спрятал ключи, потому что бабушка сказала никому лишню не приматить. Она говорила, что она спит на сбоку, но она ей это не давала. Это страшный вечер воскресенья 11-летнего Артема из Бендер. Ближе к полуночи, когда дети уже спят, утром рано в школу, в гости к мальчику и его маме приехала милиция. Вызвал ее Тема сам, потому что мама бьет. Дайте ему салфеточку, у него кровь течет. А что случилось? Мама ударила дневником по лицу или чем? Нет, вообще его не ударила. Кулаками? Я не заделся, да. Задел его. А потому что ты не хотел открывать дверь, не надо. Потому что бабушка сказала тебе никому, никому послали от него сюда не пускать. С разбитым носом, явными ссадинами лица и шеи вместе с инспектором по делам несовершеннолетних Артем отправился в больницу. Был доставлен час пятьдесят. Ребенок был в синяках, кровоподтеках. Ран нету нигде. Заторможенный. Ребенка положили сюда, сделал ему дексаметазон. Утром уже сделали нейросонографию. Невролог посмотрел, констатировал сотрясение головного мозга. Ребенок сейчас подключен, капается. Дальнейшее лечение будет проходить в отделении неврологии. После жуткой ссоры с мамой у Артема капельница и почти строгий постельный режим. Вместо уроков беседа с милицией. У тебя на лице очень много потертостей и очень много синяков. На лице, на шее. Это давно. Это свежее. Ты просто не хочешь говорить, да, о том, что мама... Мы просто с тобой поговорим. Оказалось, вечером в воскресенье уже праздничная мама вернулась с сыном и другом из гостей. Веселье женщина решила продолжить дома и отправила ухажера за спиртным. Ребенок, чтобы не видеть ночных гостей и нетрезвую маму, спрятал ключи от квартиры. Скандал, который закончился больницей и милицией, начался, когда из магазина вернулся мамин друг. Мама говорила, дай ключи. Ей говорила, что зачем это не надо? То есть тебе надо, я на работу. Мама была в состоянии алкогольного пенения? Да. Так вот, вешай. Да. Угу. Выпила чуть-чуть. Из-за того, что она не хотела пойти спать, я повысил тон. То есть, иди спать тебе завтра на работу. Мама потом говорила, дай ключи, и все будет нормально. Ничего здесь такого не будет происходить. Мы просто поговорим. Я сказала, я не дам себе ключи, пусть Ренат уходит домой. Потом я случайно ее ударил. В ответ, ну, просто случайно, когда она хотела пойти искать ключи, она задела меня. Я упал и об тумбочку носом. И она еще тогда мне сделала царапину. Царапин бушующей мамы осталась не одна. Щека, нос, шея, наконец тумбочка, ударившись о которую школьник в кровь разбил нос. Я пошел в зал большой. Посмотрел на телефоне в камере, что у меня с носом. Потом она зашла в это и ударила меня по щеке. Она сказала, иди по моему лицу. Я ей говорил просто, мама, иди для спать тебе завтра на работу. Когда она собрехнулась, я сказала, не бей меня. Громкая ссора закончилась тем, что ребенок сам позвонил в милицию. Я испугалась и позвонила в полицию. Он где-то взял звонок? Мобильный. Откуда ты знаешь, что нужно позвонить? Учили в школе. Я сказала, что помогите. Мама меня ударила. Помогите ей успокоить. На следующий день, все то время, пока у Артема была милиция, уже успокоенная мама тоже была в больнице. Проспавшись, женщина пришла выяснить, как дела у сына. По ее версии, проблема в ребенке, в его сложном взрослении. Не слушается, не учится, ревнует ее к друзьям. У меня такая версия, что он ревнует меня просто. Мы с папой не живем уже, с его папой около пяти лет, наверное. И вот, если кто-то со мной рядом, у него вот такая вот ревность. Про то, как ударила, женщина помнит смутно. Но говорит, крови не было. На деле все по-другому. Разбитый нос мальчика – первое, что бросилось в глаза инспектору по делам несовершеннолетних. Здравствуйте. Ой, боже мой. Да, 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 конечно. Сейчас он будет плакать. Что случилось у вас? Повернись, Артем. Покажи, подними лицо. Он будет плакать. Можно я его помою? Не надо, пусть его врач осмотрит так, как есть. Чтобы не содрать корочку. Не нужно, а то пойдет кровь дальше. До середины марта Артем будет в больнице. По словам врачей, лечить сотрясение мозга не меньше десяти дней. И с хорошего Тема маму уже простил. Ты простил нам? Да. Мы поговорили и обсудили эту ситуацию. Что еще она сказала? Сказала, что она очень любит меня. По факту жесткого воспитания милиционеры сейчас проводят проверку. С большой вероятностью мама, как неблагополучный родитель, окажется на учете в УДН. За неиздержанность заплатит штраф. Пока Артем в больнице, женщине предстоит не раз побывать в милиции. После выписки мальчика в доме мамы и Артема частым гостем станет инспектор по делам несовершеннолетних. Экипировка для плавания и хорошее настроение. Все, что нужно кадетам в бендерском бассейне «Дельфин». Глубокий вдох и вот первое задание – проплыть на животе до конца дорожки. Акцент на мышцу ног, чтобы разогреться. Громкий свисток и 12 юных спортсменов начинают очередную тренировку. Как приплыли – 10 выдохов в воду, чтобы восстановить дыхание. Мелочки, выдохи, выдохи, 10 выдохов делай. Выдохи или пузыри были первым упражнением для этих ребят на их первой тренировке. 8 месяцев назад многие из них даже не умели держаться на воде. Я когда сюда пришла, вообще не умела плавать. Я сейчас уже умею плавать очень разными стилями, так сказать. Очень крутые ощущения, эмоции, особенно когда плывешь на глубине. Ну, эти ощущения сложно перед словами, но это очень круто. Арина, как и Настя, на своем первом занятии воды опасалась. При миниатюрном росте девочки 3 метра глубины казались бездной. Но все страхи, говорит Арина, остались в прошлом. Я воды не боюсь. Я переборола свой страх с помощью плавания. Секция по плаванию для тех, кто преодолевает себя и стремится к высоким результатам, в Республиканском кадетском корпусе была открыта в прошлом году. Цель – не только научить плавать, но и в перспективе развить данный вид спорта в учебном заведении МВД. Мне очень нравится. Почему? Плавать в разных стилях – это очень интересно. Развивает другие группы мышц. Полная координация, допустим. Это когда плавают двумя руками и выдыхают с одной стороны поочередно. Любимый стиль Даниила – дельфинчик. Сложный, но уже посильный. Для большей нагрузки у парней ласты, но они не для дайвинга. Ласты нужны для того, чтобы мышцы привыкали быстрее. Серьезно? Они мне тяжеляют движение? Они делают тебя быстрее, но при этом тяжелее движение. Тебе как начинается? В ластах или в ластах? В ластах. Серьезно? В ластах быстрее. Результаты упорных тренировок бесспорно отличные, говорит тренер-кадет Ирина. Для олимпийского золота ребятам уже поздновато, но для новичков очень даже неплохо. Когда они первый раз пришли ко мне на тренировку, они практически не могли плавать. Некоторые держались на воде, некоторые боялись воды. И сейчас за 8 месяцев ребята научились плыть в полной координации и на груди, и на спине. А в основном они уже все могут плыть хорошо. Основы уже изучены. Следующий этап – овладеть стилем брас и бетерфляй. После водных занятий, пока мышцы не остыли, тренировка на суше. Она появилась недавно. Делятся на команды. Сегодня по плану баскетбол. Это как любительская игра. Можно поиграть с друзьями. Она развивает многие способности. Довольно интересно. Хочется после плавания поиграть. Это даже весело. А потом пойти в кадетский корпус. С хорошим настроением. Пара минут матча и мяч в кольце. Самый меткий игрок сегодня – Ярослав. Говорит, такие активности кадетам на пользу и только в радость. Чтобы мышцы не успевали остывать и можно было набирать мышечную массу. Вообще, в принципе, после плавания хочется какой-то более физической нагрузки, чтобы организм привыкал. Занимаются в дельфине кадеты два раза в неделю, причем абсолютно бесплатно. Пользы от этих тренировок более чем достаточно. Хорошая физическая форма плюс море эмоций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА